Венецианские и африканские маски, маски животных, зонты с картинками-перевертышами в японском стиле. Все эти работы создали воспитанники архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Маски сделаны из картона, цветной и гофрированной бумаги. Сначала мы делаем эскизы, изучаем стиль определенный, тему. Смотрим картинки и создаем эскизы. Потом выбираем лучший эскиз. Это работа любого художника, любая детская работа. Прежде чем приступить к созданию эскиза, ребята изучают тему, погружаются в историю или, например, знакомятся с творчеством художника, в стиле которого они будут рисовать. Работа над масками была долгой и кропотливой. Вероника Дегтярева делала свою работу около полугода. Сначала делали красивые эскизы, саму работу, и потом уже выполняли ее как в макете, так сказать. Сначала у нас работа была белая, но мы поняли, что чего-то не хватает, решили добавить красок в свою работу. Дополнили ее красивыми блесками, чтобы работа была яркая, выразительная. Уже третий год детская школа искусства выбирает в качестве площадки для показа своих работ музей народной игрушки. Его небольшой уютный зал идеально подходит для таких экспозиций. Люди, которые здесь работают, очень какие-то позитивные и умеют работать, создавать эти выставки. Мы что, мы сделали работу, принесли, а создавали-то сотрудники музея эту выставку, по сути. Ну, они больше приняли участие, и, в общем-то, выставка получилась очень хорошая. Да, они всегда получились хорошие. Выставка детской школы искусств «Зимний маскарад» в Музее народной игрушки продлится до конца февраля. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.